Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом мяса, которое можно приготовить либо на праздничный стол, либо в прог. И это мясо можно будет и заморозить, и приготовить его позже. Получается оно всегда очень сочным и очень вкусным. А готовить его проще простого. Можно взять любое мясо, но я чаще всего беру для этих целей аше, которые предварительно замораживаю в морозилке, не до полного замерзания, буквально там на часик-другой положила, чтобы оно внутри промерзло. И потом выкладываю его, даю немножечко от эти верхушки и начинаю разрезать. Так мясо намного удобнее порезать ровными вот такими вот пластами. Режу пластами где-то чуть больше полусантиметра, ну вот рассчитывайте на полсантиметра резать. Тогда вам удобнее будет отбить мясо и сформировать с него что-либо. Беру аше, потому что он получается намного сочнее, чем допустим если вы возьмете балыковое мясо или мясо для отбивных. Можно использовать и большие куриные грудки, но они получатся не такими сочными. Вот такая вот красота у меня получается. Из где-то 1,9 кг мяса у меня получилось около 15-16 штучек вот таких вот шариков порционных и довольно крупных. Каждому одной порции будет с головой достаточно. Но я их еще морожу впрок и потом просто запекаю уже готовыми, что очень просто. Теперь мясо нам нужно будет отбить. Я беру плотную пленку пищевую и маленькими зубчиками отбиваю мясо. Для того, чтобы не сильно стучала досточка, положила под низ вот полотенечко и отбиваю мясо. Мясо должно стать на порядок тоньше, где-то в 2 раза и увеличиться немного в размерах, чтобы нам с него было удобно потом формировать наши шарики. Концы должны быть прям хорошо такие мягкие и тонкие. Даже не столько в средину, сколько концы получше отбивайте. Посмотрите, больше чем в 2 раза увеличивается. Вот такая вот красота. Довольно тонкая получается. И теперь все эти отбивные уже можно посолить и специями по вкусу. У меня здесь и перчик, и кориандр, и разные-разные специи для мяса. Солю и перчу с двух сторон. И таким образом проделываю со всеми моими отбивнушками. Теперь буду делать начинку. Для начинки буду использовать твердый сыр. Можно взять любой. У меня здесь сливочный сыр. В него добавляю буквально 2 столовые ложки майонеза, только для того, чтобы у меня сыр лучше склеивался потом, и его удобнее было на низ формировать и уплотнить. Но это абсолютно не принципиально, можно не добавлять. Также с луком поджариваю грибочки. Вначале лучок чуть-чуть поджариваю, добавляю порезанные грибы. И в конце я добавила немножечко сметаны. Можно добавить майонеза, можно и вообще ничего не добавлять. Будет вкусно и так. Также для самого низа начинки я в этот раз буду использовать уже готовый отваренный рис, в который добавила яйцо. Если у вас крупное одного достаточно, если мелкое, я вот использовала два. Сюда можно использовать уже отваренный, готовый и потертый на терке картофель. Можно использовать гречку, либо любую другую крупу, которая вам нравится. У меня в этот раз они будут с рисом. Этой начинки не очень много, поэтому здесь не принципиально. Теперь для того, чтобы мне было удобно формировать мои шарики, и их удобно было доставать, буду разрезать обычный полиэтиленовый пакет. С пленкой неудобно так работать, как с пакетом. Он лучше отходит от стенок, и поэтому с ним намного все-таки удобней. Я вот так вот разрезаю на 4 части каждый пакет, удалив просто все стыки и там, где сшивается пакетик. Рассоединяю вот такими половинками, и вот каждый пакетик на 4 штучки. Теперь достала еще такие советские формочки у меня для кексов. Можно использовать любые, может, маленькие чашечки, маленькие блюдечка. Вот формочка не должна быть очень большая. Все-таки у нас порционное мясо должно получиться, а не огромный баул. Беру кусочек мяска и укладываю вот так красивенько в формочку. Придавливаю его туда вниз, чтобы оно хорошо приняло форму. Мясо должно хорошо выступать за края нашей формы, для того, чтобы мы потом могли накрыть этими краями. Уплотняю внизу вначале сыр, твердый сыр, и хорошенечко его уплотняю. Теперь на сыр кладу грибы. Сильно толстые слоя не делайте, потому что все же нам потом нужно будет завернуть мясо. И буквально капельку сюда нужно будет добавить либо, опять же, картошки, либо, вот как у меня в этот раз, рис. Так как мы наши шарики потом будем переворачивать, рис впитает все соки с мяса, с грибочков, сыра, и будет очень-очень вкусно. И подворачиваю края. Если нужно, подрезайте их ножиками, складывайте конвертом, так намного удобнее. И уплотняем немножечко. Вот такие вот шарики у нас получатся. Даю им еще немножечко постоять в форме, чтобы они все-таки уплотнились, и придавливаю рукой. Таким образом проделываю со всеми. Еще хотела показать, если вдруг у вас получился коротенький вот такой кусочек мяса, у меня еще было отбито немножечко куриное филе про запас, и я укладываю на низ, прикрываю куриным филе, и вот так вот, вы видите, заворачиваю, покуда у меня, возможно, вот с свининой. Чтобы все-таки у нас везде было мясо. И вот тоже вот так вот можно выходить из положения, если у вас не сильно большие кусочки. Можно также отрезать и кусочком свинины прикладывать. Вот такая вот красота. Вот такие вот шарики. Прямо в пленке их можно вот так вот сложить в морозилку на досточке, и потом достать тогда, когда вам нужно, и сразу запекать. Затем, перед самой выпечкой, я их смазываю немножечко смесью майонеза, горчицы, перчика и соли. Так они у нас потом будут намного сочнее получаться. Вот так вот красиво вокруг его смазываю, и складываю это все добро в рукав. В рукав для выпечки. Так наше мясо получится нереально сочным, и очень быстро проготовится. Готовится оно в духовке, где-то разогретой до 200 градусов, около 40 минут. Смотрите, чтобы сверху они просто поджарились. И получаются очень сочные, очень вкусные такие вот мячики, короли вашего стола. Обязательно попробуйте, и не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.